Добрый ранец! Вашу увазу информационный выпуск телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. От студента до ректора. Керовать Гомельским державным университетом имя Франциска Скарыны зараз будет новый ректор. 32 годы тому Сергей Хахомов был залечен на первый курс физичного факультета ГДУ. За три с невеликим 10 годов прошел все преступки. Был загадчиком кафедры, деканом, проректором. На новой посаде он заменил Александра Рогачева, который керовал университетом на протяжении 12 лет, а зараз остается работать на факультете физики. По словам Сергея Хахомова, приемная гонорова подтримливать узятый по передним ректорам курсу развития науки и адукационного процесса. Мероприемство с на годы нового назначения открыл первый наместник министра адукации Беларуси Вадим Богуш. Ее наручил Сергею Хахомову посвящение ректора и нагадал, что главное зараз развивать науковые школы и подтримливать международное супрационерство у сферы адукации. Буквально месяц назад наша делегация находилась в Польше, в городе Вроцлав, и мы подписали договор об открытии белорусско-польской лаборатории научной в области золь-гель-технологий и вакуумно-плазменных технологий. Поэтому мы будем развивать научное сотрудничество с ведущими мировыми державами в той или иной области. В области учебной работы мы предполагаем открыть новые специальности, которые востребованы в нашем регионе и востребованы в Республике Беларусь. До приклада, за последние годы на базе математичного факультета начали вести научные специалистов у сферы айти-технологии. Новые специальности будут открыты и на психологичном факультете. Сегодня на территории Мазырского района отбудется выездное посадение Президуума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Основная тема – стан социального партнерства в этом регионе. Удельники посадения наведают шерах сельских господарчих и промысловых предприемств, установы адукации. Гостей из Венесуэлы напереды не сустракали у Гомельским горвыканками. Визит у областный центр не первый. Супрацовніству уже 7 годов. За гэтый час у городе над Сожем створены и поспяхово развиваются разнастаяные сумесные культурные и адукацииные проекты. Так у Гомеля иснуе школы имя Франциска де Миранды, национального героя Венесуэлы, вядомого революционера и мастацкого деча. Тут выучают не только испанскую мову, а и биографию Миранды и его укладу в историю. Даречи, подчас сустречы прогучала пропанова организовать взаимные поездки гомельских и венесуэльских школьников. Нашим детям будет цікаво не только наведать гэтую республику, а и полевшить ведание замежной мовы. Даречи, в середине липеня спауняться 200 годов с дня смерти Франциска де Миранды. И гости из Венесуэлы выказали жадание дать данину его памяти не только на своей земле, а и в Гомеле. Напрыглад продемонстровать нашим киноматорам мастацкий фильм об революционеры, перекладенный на русскую мову, а так само ускласти к ветке до его бюста, який знаходится у коллекции музея Палацево-Паркового ансамбля. Даречи, минавито гэтая культурная установа для гостей из Боливроянской республики – любимое место прогулок и от пачинку. Если бы меня спросили о том, какое мое любимое место в Гомеле, я бы без сомнений сказала, что это дворцово-парковый ансамбль румянцевых паскевичей. В этом месте объединяются и истории не только Белоруссии, но и других стран, а и природа. И это действительно прекрасно. На развитании Херарда Эстрада Мартинеса трымал фотоальбом с репродукциями Гомеля и самыми цикавыми и значными известками из истории города, а так само офицейное запрошение принять удел разом со знакомитыми музыкантами Венесуэлы у Сожским Карагодзе. На передо дни трагичной даты, с 75-го дня, початку Великой Айчинной войны, Гомельское областное отделение Белорусского фонду Миру проводит марш памяти. Сегодня его члены наведают Будакашалевские, Жлобинские и Светлогорские районы в области. Гомельские миротворцы проведут митинги и ускладут кветки до памятных местцев. Семья для детятти, а не детят для семьи. Працу отдела у адукации, спорту и туризму по повышении якости работы с приемными семьями обмерковали на посаджении коллегии Управления адукации. Сустреча усіх затекавленных у выращения актуальных у этой сферы проблем пройшла у режиме видая селектора. Сирот становчих вынников – первое место, якое займае в область по колькости детей, уладкованных у приемные семьи. Гонориться можно и тем, что зараз у нашем регионе засталися только два детячая домы – у Гомеля и у Мазыры, и неводного интернату супрать 10 таких установ, ясча год тому. Але проблем так сама хапая. Звыж ста детей летость были переведены за одной приемной семьи у другую, альбо вернулися у детячая домы. Причин тут шмат. Их головная недостатковая подрыхтованность семьев, яке пожадали взять на выхование социальных сирот. В выховании родного детяти – процесс складаны и самоданы, а того, кто уже с детинства был обделены лёсом, удвоя. Такие дети потребуют больше терпения, чулости и ласки. Особливо неприемным бывая, означено на коллегии, коли высветляется, что семьями, яке приняли решение стать опекунскими альбоприемными, рухала материальная затекавленность, а не любовь и гуманизм. А кроме того, для перевода детей есть и иншие подставы. Родитель берёт ребёнка, воспитатель или это приёмный родитель, и потом не справляется с ребёнком, особенно когда ребёнок в подростковом возрасте. Вторая проблема – это проблема, когда работники служб, социально-педагогических служб и центров, социально-педагогических центров при посещении семьи, при контроле за работой семьи, не вовремя выявляют психологические проблемы ребёнка. И затем получается, что ребёнка нужно изымать из этой семьи и направлять к ним ещё другую семью или в школу-интернат. Зараз под опекой державы у Гомельской области знаходится около 4500 социальных сирот. И только около 150 из них живут в детских домах, остальные – в приёмных альбо опекунских семьях, альбо детских домах семейного типа. 19 червяня люди, которые имеют отношение к сфере аховы здоровья, означают своё профессиональное свято. Традиционно в нашей стране его святуют в третью неделю червяня. Напереды дня этой даты в областном громадско-культурном центре отбился урочистый сход, на яким лепшим медикам Гомельщины уручили заслуженные узнагороды. В зале Гомельского областного громадско-культурного центра медики, керавники установ аховы здоровья, фармацевты, навуковцы, выкладчики медицинского университета и ветераны сферы аховы здоровья. Усяго около тысячи человек. Тут, напереды дни своего профессионального свята, слова «виншаванню» я не отрималя от керавников в области города и представников профсоюзного руху. В преддверии профессионального праздника, прежде всего, я хотел бы выразить слова искренней благодарности и предназначенности всем медицинским работникам Гомельской области. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям, и надеюсь на то, что наш труд позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи населению нашего региона. Сегодня у Гомельской области працует 6 тысяч урочов. Лепше из лепших, подчас урочистого сходу, за особливую укладу развитию системы аховы здоровья, удостойных гоноровых грамот и подяг, их отримали некольки десятков человек. Прогатымся род у знагородженных были супрацунники не только наибуйнейших храмов здоровья в области, али и невеликих медицинских установ. Так, за минулый ход, высокий узровень профессионализму проявили медики Зельска, Добруша, Ветки, Нароли и многих инших районных центров. Кто является лучшим, это тот человек, который сделал что-то, сделал что-то нерядовое, нестандартное, оказал много помощи большому количеству людей, к которому приходят, просятся люди прийти к нему именно. И отзывы о его работе всегда заслуживают великолепные оценки. Дякуючи працах этих людей, находящиеся недосягнуты высокие показчики по развитию материально-техничной базы, укранению новых методок диагностики и специализованных видов медицинской допомоги. Увы, не куусюга это допомогло полепшить основные показчики здоровья насельництва. А кроме того, тесное взаимодействие навоги, практики, санитарно-эпидемиологичные службы и формации дозволило Гомельской области вось уже три года и за пар трывало займать лидирующие позиции у нашей краине. Ганна Ковалева, Дмитрий Радянко, телерадио «Компания Гомель». Процставництво Управлёння Верховного Комиссара ААН по справах молодзи и сумесно с Управлением Эдукации Гомельского облавыканкама сегодня подведев выники конкурсу детячих творчих работ. Мероприемство будет проходить у Палацы творчости детей-молодзи. Конкурс малюнка, плакатов и видеороликов проводится у 14-й раз. Все лета его девиз «Мы розные, мы разом». Усяго было упрацтавлено коля 70 работ. Подробязности у наших наступных выпусках новинов. Неофицинное свято «День батьки» отзначили у Гомели. Все лета у першыню пройшел городский конкурс «Тата может все, что заугодно». У дел приняли шесть мужчин. У кожного у семьи трое, те четверо дятей, а не которые уже у пятый раз чекают приемного пополнения. Захование семейных каштоуностей – вось головное мета мероприемства. У нашей краине представники моцной половы человечества не соромятся истил декретный отпочинок. Таких только у минулым годе было май 4 тысячи. Батьки и калыханку могут проспевать и сделать семейную видеопрезентацию и подрихтовать творчий номер. И они это доказали на практице. Кожному у дельнику присвоили певный титул. Самый знаходливый, самый креативный, самый добрый, самый артистичный. Но самое каштоуное – это титул, который дает детям – любимый тата. Мне кажется, надо как можно больше отцу проводить времени с детьми, играть с ними, развлекаться, ходить в походы, всевозможные игры, беседовать. Тогда получится хорошая полная семья. Я в спорте. Регби для Беларуси ведь спорту по куль экзотичный. Однако ягу аматеров у нас не так уже и мало. У чемпионате краины по регби 7 принимают сюдел 9 команд. Причим одна из них – Жаночая. Другий тур першинства отбылся у Гомеле на стадионе Промень. Регби 7 – это, можно сказать, поскоренная версия классичного регби. У каждой команде по 7 гульцов, а сам матч складается с двух таймов по 7 хвилин. Очки можно зарабить, коли занести мяч в заликовую зону, а так само забивши ягу ногой у специальные вороты. Даречи, до этого виду спорту варта приглядеться. У регби 7 гуляют большим у сотни края света. У 2009 года ягу включили в олимпийскую программу. Уже этим летом у Рэда Жанейра у першиню разыграют олимпийские узнагороды в этой дисциплине. А у Беларуси регби 7 только начинает развиваться. У другим туры чемпионат Украины приняли удел 8 коллективов с Гомеля, Рэчицы, Минска, Гродно и Бреста. Столичная громадяночка, перша и пакуль один на Украине, жаночая регбийная команда. На турниры у Гомеля девчаты во всех матчах соступили, однако прогресс у Гульнивии довошный. По выниках першого тура, який отбылся у концы красавика у Бресте, у лидерах были три команды. Однольковую колькость от школ набрали Кватра с Гомеля, Харугва с Минска и Уния с Бреста. У Гомеля турнир проводили по олимпийской системе. По выниках попередних матча у пары одной-другой финалу склали Кватра и Харугва, а так само столичная Степанка и Уния. У першим полфинале стартовый тайм застался за Кватра 7-0, однако у другой полови гомельчане выпустили не тягульни со своих рук. Харугва провела шерох дейсных атак, оформивши выход у финал с ликом 24-7. Супредстояние Степанки и Уния отрымалося больше напруженным. Основный час матчу завершился уничею 5-5. У додатковый час выниковую спробу на свой рахунок записали меньшане и отправилися у финал. У матча за Бронцу интрыги не сдарылся. Гульцы Кватра каменя на камене не покинули от суперника. Рэгбисты Унии не зрабили ни одной выниковой спробы, а вот господары поля выдали за издрочненную выниковость. И это не глядяши на отсутность за травму лидеров. Увы, не купера Муга Кватра с ликом 41-0. В игре с командой Минска и Харугва тоже хорошо настраивались на игру. Но у нас получил один игрок травму, как бы немножко поломало нас. Из-за этого не получилось немного в финал попасть. Поэтому вышли в матч за третье место. Но уже когда вышли здесь, как бы настроены были хорошо. Поэтому как бы заявным преимуществом матч в нашу пользу закончился. Готовились в турнир очень тщательно. Поэтому как бы, ну, итог в итоге предсказуем был для нас. Столичное супредстояние в финале завершилось на корысть Харугвы. Саступающий после первого тайма с ликом 0-17, гульцы Степанки у другим больше не дозволили сопернику добраться до своей заликовой зоны. При этом сами набрали 7 очков, чаго для перемоги не хапило. Самый такой важный матч был для нас с Гомелем. Мы ждали этой встречи. Очень интересная команда. Мы еще в Бресте тоже играли, тоже как бы выиграли. Но все равно этот бой был такой, мне кажется, сродни финалу. Ну, ребята хорошо, что сыграли второй тайм хороший. Выиграли и, ну, я скажу, заслуженно выиграли этот тур. Переможца другого тура Столичная Харугва одна особна узначалила турнирную таблицу. Кватра на другим местом с отставанием у 10 баллов. Еще на 5 баллов меньше у Брестской унии, якая замыкая тройку лидеров. Заключный третий тур чемпионата Беларуси по РЭГБ-7 отбудется 25 червеня у Минску. Максим Савин, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». И это был опошний сюжет нашего ранешнего выпуска. У студии працевала Наталья Игнатенко. Мы сочем с разведцем падзей у «Гомелев» в области. Заставайтесь с нами.